Витам, я у тебя смотрела ролики, ты там рассказывал о том, что очень как бы опасно провожать умершего или покойника. Так умершего или покойника? Умершего. Ну а что ты так не уверена? А? А что же так невнимательно смотрела? Тема страшная. Да страшно не знать. Не страшно безответственно относиться. Вот что страшно. Ну страшно бывает и когда узнал. Менше знаешь, крепче спишь, да? Ну предупрежден, значит вооружен. Да, есть такая тема. Действительно, существует очень великая опасность переброса кармических долгов в момент, внимание, не провожания уже умершего, а умирающего. То есть не тогда, когда умер, а тогда, когда перед самой смертью. Объяснить? Объясню. Вот сейчас из подручных средств еще что-то сейчас соорудим. Не хочет, да? Ну сейчас. Итак, что я сделал? Представьте себе, что это врата. Это врата между двух миров. Это наш мир, это потусторонний мир. Когда душа умирает, идет некое такое считывание информации, все ли дела она здесь закончила. Когда человек умирает, он может в принципе в определенные моменты уже переходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что делают врачи в этих случаях? Вот врачи часто, кстати, делают очень неправильные вещи. Почему? Потому что не за все жизни нужно бороться до конца. Но у нас медицинская система так устроена, что с них будут спрашивать, почему вы не спасли. То есть у нас к человеку единица идет. Никто же... Но надо высчитывать, какая вероятность. То есть человек, к примеру, который уже ходил туда-сюда, его выдергивают оттуда, с той стороны. Он уже проходил. Уже часто говорят, когда приходят в себя люди, говорят, меня уже звали, меня уже трогали, а я уже встречалась, я уже летала и так далее и тому подобное. То есть люди проходили уже сквозь эти врата. Вокруг этих врат, как правило, всегда собирается очень много сущностей разного плана астрального. Разного плана. И когда человек находится здесь еще, а приходит какой-то родственник, который его провожает, ну как провожает, провожает в мир иной, да, ну вот предсмертное время находится здесь. И внимание, самое главное, это тогда, когда он сострадает, сострадает, понятно, да? Так, чему нас учит социум. Следовательно, когда человек сострадает умирающему, он считает, что с умирающим несправедливо поступила сама жизнь. То есть, ну за что же тебя так, ну а почему, и так далее и тому подобное. Представьте себе, что вопрос жизни и смерти зависит от вас. И этот сострадающий задает вопросы вам. За что? Значит, следовательно, вы несправедливо поступаете с этим человеком, который умирает. А если этот человек, который умирает, уходит с кучей кармических долгов, а как правило так и уходит с кучей кармических долгов, то следовательно, человек сострадающий обвиняет саму жизнь в несправедливом решении этой ситуации. То есть, грубо говоря, он вам выставляет претензии. Если от вас зависит уход этого человека, то он вас реально обвиняет. То тогда какое желание у вас возникает? Если вы знаете всю ситуацию изнутри, а он знает только поверхностно, что вы можете сказать? Если ты такой сердобольный, то возьми часть его долгов и отработай. Потому что инвестору, как правило, все равно, кто отдаст долги, да? К примеру, когда вам должен Ваня, а если принесет Петя за Ваню, вам что не все равно? Вам будет все равно. Вам должны тысячи долларов, к примеру, и вам все равно отдаст Ваня или Петя, или, блин, Маша принесет и скажет, все, Ваню не трогай, с тобой рассчитались. Все равно же будет, все равно. Вы получите свое, получите. То же самое и система. Получит долг. И плевать, кто отработает. И если тот сострадающий будет реально обвинять жизнь, значит, следовательно, от умирающего часть долгов может перейти к кому? К сострадающему. Ибо он считает, что система поступила абсолютно несправедливо и будет обвинять саму систему. Значит, следовательно, он возьмет часть долгов от умирающего себе. Идет некий переброс между умирающим и сострадающим. И даже врачи констатируют уже тот факт, что в некоторых случаях умирающий уходит с румянцем на лице. А тот, который провожал покойника, быстро чахнет, ну, короче, сдает позиции. Это может в разных вещах быть. Это может быть как в материальном, так и в плане здоровья и всем остальном. Почему? Потому что неизвестно, какие были долги у умирающего. Тот, который сострадал, он свои не отработал. У него собственный рюкзак этих долгов. Куча этих долгов. Рюкзачок-то полненький, да? А он еще получает груз. И он свои-то вынести ему хотя бы, понимаете? А тут еще чужие привалили. И он загинается. И реально загинается. Теперь внимание. Эти сущности, которые находятся вокруг врага, они, получается, все слышат, что умирающий и сострадающий говорит. Потому что раз сострадающий находится рядом с умирающим, а умирающий будет находиться чуть ли не во вратах, то он как бы со собой тянет. А раз человек сострадает, значит, что уровень его защит ниже. Его уровень энергетики в сострадании, в психоэмоциональном стрессе понижен. Значит, следовательно, защита меньше. Значит, тогда, когда умирающий тянет его за собой, то он, в принципе, следует и может дойти чуть ли не до самых врат. Хуже уже тогда, когда вообще через время, а уже же дорога-то протоптанная. Уже же дорога знакомая. Мало того, сущности, не древнюю, они могут прицепиться к живому человеку. А что же, слушайте, корм, ура! Есть лох, который на себя берет чужие долги. Ура! Есть, извините, терпилок, справедливый. Ура! И все грузят его. И все грузят. Есть поговорка, погоняют лошадь только ту, которая тянет. Та, которая рядом бежит и травку щипает. Ее не хлещут, ее шпорами не бьют. Ничего, правильно? А хлещут только та, которая тянет повозку. Так вот есть лох, который сам, сам по собственной воле, заметьте, вошел. А эти сущности, естественно, цепляются. И потом люди не понимают, почему. Ни за что. Фу, да, конечно. Она ж маму провожала, или папу провожала, или еще что-то. Понимаете, за что ему такое? Я ему говорю, вы прицепили багаж какие-то комических долгов. Где я могла прицепить? И тут мы начинаем выяснять, что у нее умирала мама, умирал папа, и так далее, и тому подобное. И в момент перехода между миров, она нацепляла кучу этих долгов на себя. И теперь она всячески старается справиться с ними, и не понимает, чего ее так накрывает. Когда уже идет похоронная церемония, тогда уже душа не находится во вратах. Она уже прошла через врата. Тогда уже просто тело несут, скафандр, душа рядом. Да, наблюдал. Правильно. Правильно. Она наблюдает. Но она рядом. Уже все. Уже переход состоялся. Уже черта пройдена. Понимаете? И получается, что? В том состоянии уже можно, конечно, пойти нацеплять на кладбище там сущности. Пойти с месячными на кладбище. Пойти с ребенком малолетним, или еще хуже, беременной. Говорю, сколько раз беременные, не ходите на кладбище. Не провожайте никого. Даже если мама, папа, родственники. Ну, блин. Вы можете проводить, вывезти из двора. Чуть-чуть пройти. На кладбище не ходите. Ни места вон там. Ни места. Нет, люди не слушают. Говорят, что это все туфта. А потом дорого оплачивают. Потом приходят, что мне делать? Да ничего. Я что буду делать? Я что за каждого буду сражаться? Ничего мне делать. Вас тысячи. Тысячи, которые сначала слушают меня, смеются. Фыркают, фукают. А потом все равно через год, через два, через три. Она говорит, я где-то вас слышал. Я говорю, что вы тогда подумали? Подумаю, что ты идиот. Но тогда она писала обо мне идиот. Сейчас она пришла и говорит, блин, помоги. Понимаешь? Пошел обратный процесс. Ладно. Не об этом. Важно, тогда, когда человек умирает, не умеете проводить его правильно. Будете сострадать. Вот поэтому и есть такая профессия. Кто? Как нянечка за престарелыми. Те, которые досматривают. Они заведомо знают, чем они рискуют. Но там люди зарабатывают свои деньги. А если человек зарабатывает уже свои деньги, значит, следовательно, что? Он должен быть уже что? Профессионалом свое дело. И если честно говоря, люди, которые зарабатывают просто деньги, они, как правило, чуть ли не ненавидят тех, которые досматривают. И в душе где-то, в глубине, но часто говорят, слава богу, что этот уже заворачивает ласты. Извините за такую циничность, но это правда. Очень часто с таком сталкиваюсь. Людям просто сложно признаться. Так вот тогда, когда говорит слава богу, он уже шел, этот уже уходит в мир иной. Он не уходит в состояние сострадания. И он не винит жизнь. Следовательно, он ничего не наматывает на себя. Он ничего не берет на себя. Не можете, чтобы не сострадать? Наймите специально обученных людей. Кстати, в Соединенных Штатах это настолько распространено везде и всюду, что за стариками, я правда не помню, как это правильно называется, у них что-то хомо, ну короче, домашняя сиделка или как-то, я забыл это по-английски звучит, специально обученные люди этим занимаются. Я надеюсь, сейчас уже точно осветил ваши вопросы. Полностью осветил, поэтому, поэтому, можно считать, что вопрос закрыт? Да, возникает следующий вопрос. Ну, следующий вопрос, это будет следующий ролик. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно! Дальше будет интереснее! Субтитры сделал DimaTorzok